Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Начну я с вашего дополнения, где вы пишете, значит, как проработать моменты из детства, были травмы, и мое мнение, за 30 лишних лет людей можно заткнуть авторитетом, ростом и силой. А зачем людей затыкать? Если людей затыкать, то это неуверенность в себе. Это как раз таки страх. Заскнуть, чтобы они не говорили, чтобы они не сталкивали вас с чем-то болезненным. Зачем людей затыкать? Это первое. Второе. Прожить травму. Необходимо прожить, потому что травма является травмой, потому что чувства, которые были в этих ситуациях, не прожат. Они не отреагированы, они не выражены. И вот это, собственно, и называется проработка. То есть я поработал со специалистом. Дальше. Значит, то, что вы описываете вот в целом, да, у меня вызывает несколько ощущений. Во-первых, у меня есть ощущение, что вы в своем тексте говорите больше про какие-то вот, знаете, ну, необраданные ожидания, как будто бы. Это первое, что бросается довольно, ну, довольно сильно в глаза, на мой взгляд. То есть вы сами говорите о том, что коллектив архаичный, вы сами говорите о том, что вот, значит, люди, работающие в нем, действуют по каким-то вот, ну, довольно-таки, таким. Таким старым методом, да, старым принципом, вот. Но при этом вы как будто бы ждали, что когда вы заявите о своем уходе, да, люди отнесутся к этому с одобрением. Я вот, честно говоря, не очень понял, откуда у вас здесь образно берутся эти ожидания. Вот. Это первое, первое, на что хочется обратить внимание. Второй момент. Это то, что вы говорите вот, что меня задевал негатив, да, по той, значит, причине, что я устал. Ну, вот, сейчас, вы говорите, я сейчас устал, и поэтому вот, меня задевает этот негатив. Так, а от чего вы устали? А не может ли такого быть, что когда вы устали, вот, если вы сейчас устали, ну, вот, вот, то, например, у вас ослабляется, допустим, контроль, и проявляются те моменты, которые, вот, в принципе, у вас были всегда, только когда вы в ресурсе, когда вы в силе, да, ну, это не проявляется. То есть, это вот, ну, не выражается. Далее. Вы говорите, что вас уговорили остаться, предложили другие условия, вот, при этом вы сами пишите, что боитесь, что вас продают. А вот то, что вас уговорили, не является продавлением. И как будто бы вас, вот, вы говорите, ну, по сути, такая неприятная ситуация начинается с момента, где вас, образно говоря, исключили из участников корпоратива, так не является ли здесь самым болезненным то, что вы человек, который обычно не ездит на корпоративы, да, как вы сами-сами сказали, вот. А здесь как будто бы захотели этого. То есть, не является ли вот эта, эта, точка болезненная, что я захотела, а меня исключили. Вот. Ну, и опять же, на мой взгляд, эта история про то, что вы как-то, ну, не ожидали того, что люди поступят вот так. Хотя, на мой взгляд, люди поступили именно так, как и должны были поступить. Вот. Дальше. Значит, так. Проработала почти год, собираюсь менять место работы, но, поговорив с начальницей, они не хотели бы перед Новым годом искать человека и сложно найти того, кто хорошо работает, поэтому предложили условия, на которые я доработаю до конца года. Я действительно стараюсь, вложив некоторые новшества, это приносит периодические подвижки в продажу. А для чего вы стараетесь? Вам ваша работа вообще интересна? Вот. То есть, ну, вот, как вот вы себя чувствуете? Дальше. Теплые отношения с коллективом не сложились, а должны были. Дело в том, что начальница, человек в возрасте очень средарная, и люди, которые с ней работают, подчиняются ей не только по работе, но и как бы во всем следует ее настроение. Если сегодня их ждет не нравится, все будут инструктивно направиться против этого человека, и наоборот, как флюкер. Видимо, у людей это инстинкционное сохранение. Допустим, что это все так, как вы говорите. Допустим, я с вами не спорю, но как это все влияет на вас? Ну, не нравится, там, не нравитесь вы, не знаю, той же начальницей, к примеру. Ну и что? Вы сами говорите, что работу вашу она ценит, вы сами говорите о том, что, ну вот, что она замечает ваш вклад в деятельность, да, в фирму и так далее. Вот. То есть, вас это как-то задевает. То, что люди вот так вот нестабильно к вам относятся, получается. Вопрос в том, как. Я у начальницы симпатии не вызывала, но мою работу она со временем стала ценить. Опять же, почему вы думаете, что вы должны вызывать, как бы, симпатию у начальницы? Ну да, вы не вызываете у нее симпатии. Ну и разве это главное? Речь снова зашла об увольнении и озвучила, что планирую, как и говорила, искать новые причины, не конфликтных. Я не очень понял, это был уже после разговора о том, что вы остаетесь до конца года или это было до. То есть, как-то вот я не очень. Этот момент, честно говоря, уловил, потому что, ну, на мой взгляд, это немножко, знаете как, получилось у вас несколько вот по хронологии, да, несколько сбившего, на мой взгляд. Вот, поэтому хотелось бы это прояснить, да, то есть, если опять разговор зашел уже после того, как вы договорились, какие основания у этого были. А если вы говорите об этом разговоре, который был, ну, то есть, что начальница вас уговорила, получается, остаться до конца года, это совсем другое. Дальше. Так, она человек старой формации и непонятные работы по году. Работать надо очень дольше, тем лучше. Кто-то у нее работает очень давно. Так вот, я планирую ходить в конце декабря, а в середине у нас намечается выездной корпоратив «Дом отдыха». Я редко выезжала куда-то с ними, не получалось, но в этот раз подумала поехать отдохнуть, тем более про рабочий день, если не видишь, то надо как-то объяснить. Не очень понял, что именно надо объяснить. И, опять же, если вы уходите из коллектива вот такого типа, то, на мой взгляд, совершенно очевидно, что вы уже не кодируетесь в нем. Вот, и я правильно понял, что ваша начальница, она сама уговорила вас остаться и сама же генерирует какой-то определенный негатив. Вот, если так, то, ну, опять же, это довольно органично смотрится, ну, условно говоря, в той пиродине, да, которую вы описываете сейчас. Дальше. Так, я решил поехать отдохнуть. Что вас подвигло на это? То есть, опять же, чего вы ожидали? От доброжелательной сотрудницы узнаю, что начальница убрала меня из списка, так как я уже почти ухожу. Это правда. Я в последнюю неделю при этом отношение как будто поменялось ко мне. Стало хуже, не что-то конкретное, но негативное и равнодушие считают в воздухе. А как должно быть? Опять же, вопрос. Вы знаете, вы как будто бы чувствуете вину перед коллективом за то, что уходите. Я, конечно, не знаю и не берусь как-то наверняка говорить, но есть ощущение, что вы чувствуете вину. Ну и вот, ну, в частности, в контексте этой вины и видите вот этот вот самый негатив, который может быть и есть. Который может быть и, может быть и есть. Может быть, он действительно, может быть, и есть этот негатив от обратных. Но так, что можно ожидать от коллектива, да, условно, с такой организацией кадровой политики, например. Дальше. Те, кто в члене года был нормальный, теперь опять настроены неприятными. Что значит нормальный, что значит неприятный. Ну и что дальше-то? Это же коллектив. Такое ощущение, что для вас единственная возможность где-то социально проявиться, да, это вот только коллектив, вот для вас как будто бы единственная возможность проявиться. Не слишком ли много значения вы продаете, а коллективу, да, людям, с которыми вы просто работаете. И все. У вас есть подруги, у вас есть друзья, у вас есть, в конце концов, значит, ну, партнер романтический и так далее. Увлечение ваше, хобби, да, вот. Дальше. Дальше. Да, я не мягкая пушинка, у меня есть характер, я серьезно деловой, но я хорошо отношусь к людям, никогда не говорю за спиной, тем более гадость. Ну вот, мне начнут другие люди, не могут этого делать. Я симпатично выгляжу, возможно, лучше и моложе многих. Это вы сравниваете себя с другими, это говорит про вашу самооценку не очень или не очень позитивно. Может, это где-то вызывает зависть или чувство конкуренции, да, как коллектив почти весь женский. Может быть, но это в вопрос том, что конкурировать, в первую очередь, вы действуете не из своей ценности, не из своего ресурса, да, не из своего избытка чего-то, а из вот стремления, ну, достичь какой-то планки. Я довольно сильный человек, меня не пугают ситуации, когда против меня несколько или несколько человек, но я чувствительный. Предельно неясное предложение. Вы говорите, что вы сильный человек, что вы имеете в виду под силой, что такое сила? Дальше. Чувствительность, вот, ну, как бы, если вот у вас есть вот чувствительность, как, где эта чувствительность проявляется? Я хочу, ну, хотел бы это, прям, таки, вот, ну, понять, я хотел бы это увидеть, где, как проявляется ваша чувствительность. Вот, из чего эта чувствительность, собственно, состоит? То есть, что она из себя представляла, опять же. Дальше. В данный момент устал, что от чего эта ситуация в целом отношении меня очень расшатывает. Каким образом? Как? Вот, конкретно, попробуйте сказать, как вас это отношение расшатывает. Какие вещи всплывают, когда вы сталкиваетесь с этим отношением? Сомневаетесь ли вы в себе, чувствуете ли вы вину, есть ли у вас страх, еще что-то. Вот, нужно с этим уже работать. Я боюсь сорваться, нагрубить или заплакать. Это понятно. Необходимо это делать, но с другими людьми, да, не с коллегами. Вот, боюсь, что мне сделают, что мне что-то сделают или морально продавят, как с этим корпоративом. А почему вы считаете, что только корпоратив это продавление или вам что-то сделают? Неужели это неорганично смотрится? Я думаю, что у вас есть агрессия по отношению к этому коллективу, которую вы вытесняете. Как будто меня уже отсекли. Ну, да, может быть, вас отсекли, вы же уходите. Это публично все знают. И за спинами уже обсудили, что меня не берут. Так и что? Как вас это задевает? Ловлю себя на том, что начинаю улыбаться и слишком лебезиться. Чувствую самосохранения, но мне это не свойственно. А чего вы боитесь? Постоянно чувствую напряжение. Из-за чего? Что его составляют? Поддержки нет от близких, но мне надо это как-то пережить. Я не справляюсь. С чем именно? Как мне сохранить себя до момента уволнения? А вам не кажется немножко противоречивым тот факт, что вы переживаете из-за того, что вас не взяли на корпоратив люди, от которых вы уходите буквально через месяц? Так. В школе у меня было несколько ситуаций в целом отношении, когда меня отвергал детсказ, почти никто из учителей не заступал, родители тоже. В этом есть несколько моментов. Во-первых, в этом есть определенная поведенческая модель ваша. То есть вы как-то себя ведете таким образом, что вас отвергают. Ни в коем случае нет цели вас обвинять. Ни в коем случае. Я не говорю и не считаю, что вы виноваты. Ни в коем случае не считаю. Но есть факторы, очевидно, есть факторы, которые этому способствуют. Это с одной стороны. С другой стороны, как следствие, люди реагируют так, как вы относитесь в целом к себе сам. Вот. То есть, ну вот, как вы относитесь к себе сам, что вы думаете о себе сам. Вот так люди к вам и относятся, в общем-то. Дальше. Позже я стал сильнее, меня всегда уважали везде, хоть и побаивались, но то есть вы подавили. По сути избежали, избежали уязвимостей и болезненностей. Только в этом коллективе, очень архаичным взглядом, я как будто опять окунулась в школу. Так что зачем бы я работал, тут внешне по мне ничего не видно, я транслирую силу. Это не случилось. То есть, не чувствительность. На нас по неослабленности и усталости, вдруг стало очень это воспринимать. Как? Воспринимать? Как? Может быть у вас чувства остались непрожитыми как раз таки в тех ситуациях? Я не знаю, как от этого избавиться. Не надо избавляться. Эти чувства вам важны и они для вас необходимы. Они часть вас. Они показывают, что вы не такая неприбиваемая, какой вы пытаетесь сказать. Говорят проработать эти моменты. Как их проработать? Они были травмы и мое мнение до тридцать с лишним лет. Но об этом я в принципе уже вам сказал. Еще раз, сохранять себя можно первое-первое снятием напряжения вне работы, общением с приятными людьми, увлечением вашими хобби и отдыхом вашим собственным. Ощущение просто, что вся ваша жизнь это работа и что никого из людей кроме коллектива больше нет. Но это же не так. Вот. Поэтому вам нужно в этих направлениях двигаться. Ну и психотерапия. Обязательно, обязательно психотерапия. Всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.